Тебя реальность вернет на то место, в котором ты и есть. Я не реализовалась. Я вот никто, я никчемный, я себя ненавижу. И грех не поверить, оно нашу маму и тут, и там показывают. Да еще вот, вот что-то мне не хватает, вот, межбалактического. Миллиард роликов просто сейчас назвал, которые в социальных сетях крутятся. Я говорю, слушай, я говорю, сынок, ну просто, я говорю, ты просто говорю, продай уже и все. Но почему тогда у нас отец не может, да, найти общий язык с сыном, мать, там, с детьми, с мужем. Потрясающе. Привет. Кто до сюда досмотрел? Всем привет. Сегодня у меня в гостях Сергей Теплых. И сегодня мы поговорим про тему, мне кажется, одна из самых сейчас нашумевших и в интернет-пространстве, и в какой предпринимательской тусовке ты не окажешься. Это тема цифровой психологии. Сереж, привет. Сегодня я тебя буду мучить разными вопросами, потому что я сам по диплому психолог, я понимаю, что к этому как-то цифры добавились. Теперь это как будто стало вдвойне серьезнее. Теперь мы не просто изучаем сознание, теперь у нас еще тут цифры есть. С цифрами уже не поспоришь, поэтому у нас на столе лежит уже листочек с моей даты рождения. Будем на него как-то, видимо, операться или просто этому посвятим время. Но сначала давай пару слов о себе, потому что я, насколько знаю, если я правильно понял, то ты еще и преподаешь все это дело. Это еще все чуть ли не сертифицировано как университет, где вы выдаете дипломы государственного образца. Как все это вообще, весь этот твой мир устроен и какую роль в нем занимаешь ты? Ну, давай начнем с первого, самого главного. То есть основателем нашей международной академии, до этого это международная школа Сюдсайбла, это является мой учитель и наш учитель. На сегодняшний день уже более 7 тысяч мастеров по всему миру. Это Жанат Кожамжаров. То есть это основатель, это самый главный идеолог, это человек, который является вообще проводником этих знаний, то есть они вам приходят потоком, он нам в зависимости от понимания данности каждого ученика дает определенные задачи по формированию структуры этих знаний. И, собственно, вот так рождается целая, скажем, система. Система, и уже вот родилась, да, образовательная система, в которой действительно выдают специально специализацию. И главное наше достижение на сегодняшний момент, это то, что мы в Дубае зарегистрировали тренинговый центр Институт Сюдсай, который выдает сертификаты от Министерства образования Эмиратов из Дубая. И, соответственно, учитель является как основателем, также он и является первоисточником передачи знаний. То есть я являюсь его первым практикующим учеником, это тот человек, который пришел когда-то 6 лет назад, и эти знания упаковал в практику консультаций, в практику коучингов, интенсивов, то есть в практику того, что это можно материализовать как профессию. То есть не просто как рассказывать об этом, а именно как профессия, которая приносит пользу людям. То есть являюсь я территориальным управляющим международной школы Сюдсай, то есть, соответственно, обладаю множеством различных грамот, наград, премий за вклад, есть такой вклад в дело мира, потому что развивая сознание людей, меняя сознание, меняет, собственно, подход к жизни. И в Сюдсай очень глубокая философия, у многих ошибочное мнение, что это только цифры, ну типа там единица, двойка, это гораздо глубже. То есть даже сегодня я попал на подкаст какого-то блогера в Ютубе, и там попал наш мастер Сюдсай, и он его там как-то так, типа, вот, там, скажи свою цифру, туда-сюда. И я такой уже собирался, думаю, да, думаю, как же примитивно люди рассматривают Сюдсай там, типа, что только цифры. То есть Сюдсай – это огромнейшая философия. Что такое вообще Сюдсай? Можешь глубже копнуть туда, к ядру? Давай так объясню, вот смотри. Значит, есть у нас, есть такое понятие, как знание, не в Сюдсай, а вообще в жизни, да, знание. Есть такое понятие, как мудрость. Вот как бы ты мог сам интерпретировать знание и мудрость? Ну или в чем их отличие? Слушай, ну, я, наверное, так, на простом знание – это вот ты там открыл математику, 1 плюс 1 равно 2, вот у тебя появилось знание. Ты знаешь, что вот конкретно вот это, оно вот так. Тебя этому научили или ты научился? А мудрость – это уже такой, знаешь, наверное, момент подключения интеллекта в плане того, что ты можешь какую-то конструкцию, какой-то вывод построить, исходя из информации, которая в тебя поступает. То есть ты вот как, не знаю, Ньютон пришел в голову, у него с яблоком. Яблоко упало, как бы это не знание, это просто вот событие в мире произошло, которое, если бы никто, ну там другой человек мимо прошел, упало и упало яблоко, да? А у него запустилась вот эта мудрость, накопленная в его профессиональной деятельности, когда он такой, ага, но яблоко же к земле, оно как-то почему-то, и исходя из этого уже, он, понятно, это все в научный труд потом дальше ввел, но вот, на мой взгляд, мудрость проявляется в том, что ты можешь какие-то вещи, события в жизни видеть, предвидеть, интерпретировать, исходя уже из накопленного опыта. Слушай, ну ты реально классно все это интерпретировал, вот. Есть то же самое, скажем, да, только проще. Знание – это ориентация в пространстве, то есть ориентация в пространстве. То есть ты знаешь, вот что стол – это стол, что мы можем за ним поесть, можем там на него накрыть, можем сесть, можем, да, как бы, но мы в то же время знаем, что сидеть на столе там не совсем культурно, да, и так далее. Мы знаем, что это камера, мы знаем, что это свет, ну то есть мы, мы, как, чем больше мы знаем, тем больше у нас происходит детализация и ориентация в пространстве. То есть, грубо говоря, если ты не знаешь знаки на дороге, то у тебя велика вероятность попасть в аварию и создать какую-то, да, неприятную ситуацию. Вот. Чем больше у тебя знаний, тем меньше у тебя вероятности попадания в кризис. Вот. А мудрость – это понимание жизни. То есть понимание. То есть если знание – ориентация в пространстве, то мудрость – понимание жизни. Так вот к чему я, да, то есть есть множество различных философских направлений, то есть сама философия – это наука о мудрости жизни, в которых раскрываются аспекты мудрости, в том числе это и все святые писания, и, да, различные философы и так далее, там, и Сат-Гуру, и Сократ, и Платон. То есть вот все, что мы в жизни можем встретить, это все есть некая философия. И то есть даже философия – это как предмет, который преподают в институтах, там, в школах даже каких-то, да, вот, потому что она как раз дает понимание жизни. Но получается следующий момент, что когда мы передаем философию, исходя из субъективной реальности преподавателя, то есть она накладывается на субъективную реальность слушателя, и в этот момент философия не заходит, то есть как информация, она присутствует, но как применимый факт в жизни она не заходит, потому что у каждого своя субъективная реальность. Так вот, сюцай – это огромный пласт философии, то есть мудрости жизни, как жить, как направляться, мы об этом сейчас поговорим. И в то же время за счет цифр мы раскрываем индивидуальную данность человека, понимаем его реализацию личности, его миссию, его профессиональную реализацию, мы понимаем его компетентность, его сильные стороны сознания и так далее. И таким образом мы можем дать философию уже точечно, исходя из понимания индивидуальной данности каждого человека. Вот сюцай – это есть как раз понимание мудрости жизни, исходя из своего вектора эго, из своего вектора эго. И таким образом, когда мы, к примеру, говорим, даже такое изречение – возлюби ближнего своего как самого себя, то есть, да, там, и все с этим согласны, и с удовольствием бы этому бы, скажем, следовали. Но почему тогда у нас, начиная с семьи, отец не может найти общий язык с сыном, мать, там, с детьми, с мужем, дети с родителями, то есть, в близком кругу, если люди не могут возлюбить друг друга, вот в таком родном, то о чем мы можем говорить, если мы собираемся строить бизнес-команду? Если мы собираемся строить там какую-то корпорацию или там заниматься каким-то бизнесом, мы не можем воспринимать человека, потому что как раз воспринимая его как самого себя, то есть, из своей субъективной реальности убеждений, из своей морали, мы будем ожидать, что он соответствует тому же, что и я. А он получается индивидуален, и в этот момент происходит что? Не соответствие нашему «я хочу», в этот момент происходит гнев, обида и разрушение отношений. И вот сюцай дает понимание, допустим, если мы возьмем вот туда-туда, то мы видим, ты семерка, то есть, у тебя ум направлен на быструю реализацию идей, у тебя ум направлен на быстрое внедрение, то есть, услышал, сразу сделал. То есть, у тебя заложено, вектор эго направлен на признание, то есть, тебе очень важно признание, что ты там красавчик, молодец, не зря три камеры у нас стоит. Да, три камеры вот как раз. Друзья, вы наверняка слышали про инвестиции в Pre-IPO. Это возможность покупки акций из зарубежных частных компаний за 2-3 года до их выхода на биржу. По статистике, это один из самых сбалансированных инструментов инвестирования с точки зрения риск-доходность. Ведь на этой стадии из 250 компаний всего лишь одна погибает, а все остальные продолжают удачно развиваться. Фонд Angel Toxin Partners уже инвестировал в такие компании, как OpenAI, Klarna и многие другие. Вы можете перейти по ссылке в описании на сайт и посмотреть, куда еще инвестировали ребята. В фонде один из самых доступных чеков для инвестиций, что позволяет как можно большему количеству инвесторов принять участие в сделках. В описании вы дадете ссылку на телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, следите за новыми сделками и удачных вам инвестиций. То есть, а я, допустим, не допустим, а я 8. Вот ты 25-го родился, я 26-го. Казалось бы, один день, но это разные люди уже. То есть, для меня важен результат, контроль, труд. Понимаешь? То есть, и у каждого человека это по-разному. И если я, к примеру, прихожу, вот у меня реально был такой кейс, когда у меня руководитель оптового отдела, то есть, у меня до Си Саи был достаточно крупный бизнес, связан был со спортивным здоровым питанием. Это была сеть гипермаркетов, потом я был коммерческим директором завода. То есть, ну, было много такого управленческого опыта. И руководитель оптового отдела был семерка, женщина. А я 8. И вот она приходит в офис, она хаотична. То есть, она может сейчас сесть, товар продавать, потом побежать, плакаты делать, потом пакеты, потом чайные. Вот понимаешь, вот все. А для меня, как для 8, для меня важна структурность прихода к результату. То есть, конечным результатом это должны быть продажи. И я смотрю, она там что-то делает, что-то делает. Я говорю, так, давай это делай, это пиши план, пиши цели. А в ее голове нет стратегии, нет планов. И я все время испытывал неудовлетворенность. Я все время хотел ее убрать, потому что она не соответствовала пониманию тех рабочих процессов, которые я видел через свою призму. То есть, вот как я действовал, так же она должна действовать. А когда я изучил сюцай, я пришел, я первый, кому сказал, секретарю, говорю, дай мне дату рождения ее. И когда я узнал, что она семерка, я говорю, блин, это не она плохая. Это я не смог к ней найти общий язык. Понимаешь? То есть, ей надо было просто давать, зная, что у нее быстрая реализация идей. То есть, энергия огромная, у семерок вся энергия, и первая, и вторая чакра. Отсюда идет и высокая сексуальная потребность, высокий темперамент, то есть, харизма и так далее. Но, так как в голове энергии 3%, возникает хаос, кризис, непонимание ситуации. И получается, когда я ей, я вспомнил, когда я ей давал направление, а не требовал от нее определить направление, она просто день-два все реализовывала. То людей приведется министерство, то еще каких-то, то гендиректоров крупных сетей, то есть, я просто удивлялся, как она это делает. Но знаешь, что в моем эго было? Я думаю, если ты руководитель, ты должна сама определить, почему я должен тебе все время говорить. Понимаешь? И когда она сама не определяла, я считал, что она неэффективна. А когда я обучил стюца, я понял, блин, надо было просто ей по-другому. Вот дал ей задание, все, двойки, двойка у меня, то есть, тот, кто родился 2, 11, 29 и 20. Вот у меня был сотрудник. Он просто, двойкам важно понять, он просто каждый момент у меня спрашивал, а куда поставить стенд? А камеру на север или на юг? А телефон боком или там этим? А это так или вот так? А ручку... Я говорю, слушай, я говорю, суков какой-то, я говорю, ты просто, я говорю, продай уже и все. Понимаешь? И я уже даже трубки от него не брал. Ты знаешь, какой у меня был триггер по нему? Я думаю, если он все время что-то спрашивает, то есть, он не самостоятельный, если он не самостоятельный, как я его могу ставить на руководящую должность? То есть, все, автоматически энергия в отношении его встала. А когда я понял, что он самый исполнительный, но ему для исполнительности нужно понимание, я просто брал лист и писал. Банок возьмешь 60, телефон положишь на край, стол вон там, деньги ловишь, это там, все. Пять минут вот так вот я писал, как сейчас я написал, кланом на стол, все, я его не слышал, не видел. Он ему все понятно. Понимаешь? И вот, у меня очень много опыта работать с бизнесом, с бизнес-командами. Подожди, пока мы с тобой туда не ушли, мне вот, знаешь, хочется все-таки у тебя выяснить, как вот у человека знающего, а кто, как бы, как точнее родилась сама вот эта методология, что дату рождения, ее вот высчитывают, и получается, что там у нас, 9 цифр, да? Нет, 8, 9. 9, 9. 9, там от 1 до 9. И как бы, кто это сделал? Потому что, есть же обычно, знаешь, на что бы такое, пример-то привести. Ну, то есть, если мы берем исследование, например, из мира психологии по типам личности, там берут выборку, несколько тысяч человек, их тестируют, потом это все, высшая математика, я ее не понимаю, конечно, но как-то это все структурируют в цифры и говорят, так, теперь вот, ты сангвиник-холерик, там, настолько-то, 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 и вот такие-то там черты характера настолько-настолько-то в тебе проявлены. И все это как бы опирается на вот статистические данные. Откуда цифровая психология вот создала концепцию, сплюсуем всю дату, и будет у нас 9 типов личности. Причем они действительно попадают, самое-то вот, то есть, уникально, ну, как бы, парадоксально для меня, это когда вот мы вот сейчас с тобой общаемся, до этого я с разными ребятами общался, там вот, причем у меня, самое забавное, знаешь, у меня семерка по цифровой психологии, и по обычной психологии я проходил дополнительные курсы вне университета, и там тоже были типы личности вот как раз простроенные, их тоже 9, и они очень перекликаются с цифровой психологией, по-моему, даже там один в один, ну, вот где-то, и я там тоже семерка, и тоже вот эта вот энергия, харизма, вот все туда, и я такой, то есть, ты с одной стороны, знаешь, ты на это смотришь, уже как бы и грех не поверить, оно нашу маму и тут, и там показывают. Да, ты знаешь, мы как-то в начале моего пути много встречалось тоже специалистов разных, и по human design, и по еще какой-то типологии есть, там контролер, еще кто-то, и вот ты знаешь, сколько мы вот не встречались, люди приходят, говорят, давай ради интереса, говорит, через мою систему посмотрим, там, или давай, ты меня, а я тебя разберу, и вот мы просто брали, делали расклад, и вот все, что у нас с УЦАЙ, вот человек дает дату, и мы просто по дате сразу же говорим, то же самое у них, только им там надо какой-то аркан выверить, там в таблицу зайти, Библию открыть, там 151-я страница, то есть, он там сидит, все крутит, я говорю, слушай, я говорю, уже 5 секунд, я говорю, я тебе дал информацию, то есть, а СЮЦАЙ – это очень простой инструмент для быстрой диагностики, интерпретации, вот, но факт в чем, если вот отвечаю на этот вопрос, то изначально СЮЦАЙ – это часть Раджи-йоги, то есть, это опять же одно из направлений философии, глубокой философии, Раджи-йога – это наука о дисциплине ума и реализации души, то есть, суть Раджи-йоги – это понять свое эго и укротить эго, то есть, поток мыслей, поток негатива и так далее, то есть, вот это вот свое «я хочу», свой навс побороть, да, то есть, многие вещи, которые человеческое сознание в программе «Ума» воспринимает как реальность, то есть, отделить от сути, от самой сути понимания человеческой реализации. И теперь смотри, вот есть Раджи-йога, а Сюцай – это как направление детализации у кого какое эго, у кого какие мысли приходят, у кого какие есть моменты. И вот все это вместе, этому уже более 5000 лет, то есть, Раджи-йога – это королевская йога, раньше у каждого императора, да, был свой вот мастер, который там все это дело переводил и так далее. И вот, когда мой учитель, Жанат Кажамжаров, встретился со своим учителем, Бахадом, ну, они встретились не в Китае, в Казахстане, там долгая история, как его учитель попал в Казахстан, вот, он сам непосредственно целитель, целил людей травмами, и у него мощная еще энергия, то есть, он через энергию еще работал. И в один момент у него превысило количество пациентов, чем в больнице. То есть, люди перестали ходить в больницу, ходят к нему. У него во дворе были чаны, отвары, были вот эти стеллажи, где люди там приходили, ставили систему, и потом уходили, соответственно, здоровыми. И к нему приехали, соответственно, органы и сказали, говорит, у тебя нет лицензии, ты не имеешь права работать. Он говорит, хорошо. И он пошел, сделал лицензию, повесил табличку на лицензию, и у него стало еще больше людей. На что приехал уже главврач больницы, сказал, либо ты, говорит, с нами, либо, говорит, тебе просто не дадут. И он сказал, говорит, я тогда, говорит, ну не буду. И он там что-то все это как-то, не знаю, там, завернул или как, и переехал в квартиру, и, ну, соответственно, ему как-то нужно было реализовываться, и он поехал в Казахстан продавать вот эти отвары и травы. И там вот они как раз с учителем познакомились. А ему, учителю, учителя, было откровение, что он встретит своего ученика, там, где-то там на востоке или на юге-востоке, короче, там какая-то была, он еще думает, какой Казахстан, какая вообще это. И вот так получилось, они встретились. И когда мой учитель Жанат переехал туда, к нему в гости, он ему начал передавать эти знания, да, то есть, и в чем особенность, уникальность Жаната, в том, что он все это адаптировал на современный лад. Понимаешь? То есть, эти знания, они существовали в пространстве. Вот, он это адаптировал на современный, понятный язык реальности, язык бизнеса. Есть вещи, которые тебя выделяют, заряжают и несут в себе глубокий смысл. Вы наверняка замечали в подкастах меня вот с этим медведем. Это 82 грамма золота, практически 6 сантиметров роста и первый из 99 штук. Я запустил свой ювелирный бренд ИСА, где будет всего лишь три фигурки по 99 штук каждый. Это вот такие же золотые медведи, как у меня. любовь и деньги. Это заяц люблю и благодарю, как некий чит-код реальности. И это ушастый медведь ходу. Каждый из этих смыслов это определенный чит-код реальности, который поможет тебе всегда держать фокус на самом важном для тебя. Ну, а ссылка для заказа в описании. Выбери себе свой татент. То есть, СЮЦАЙ, все четко. Стратегия, компетенции, реализация личности, потом есть у нас понимание там выгода, польза, удобство, там открытые выгоды, запрещенная выгода. То есть, СЮЦАЙ это целое сейчас направление аспектов жизнедеятельности человека. То есть, через СЮЦАЙ можем понять семейную реализацию, профессиональную реализацию, бизнес и так далее. При этом мы не гадаем. Вот ошибочный момент в том, что многие люди относятся к СЮЦАЙ с точки зрения типа, а, что там? Как к картам, да? Да, как к картам. Но нужно понять, мы не гадаем. То есть, у меня вот сейчас в Эмиратах появился близкий, уже можно сказать, друг, потому что мы с ним просто с первого взгляда так прям энергетически подружились. Его зовут Юсуф, Юсуф Салех. И когда мы с ним встретились вот на таком же подкасте, у них же религиозная страна, и у них в Коране это цифры, это как храм. И он так сначала, знаешь, ну, опосредственно так, ну, типа, что там, пришел, там парень какой-то, что-то цифры, цифры, мыфры. А потом, когда мы пару с ним аспектов раскрыли, он услышал суть, он просто, говорит, я сразу понял, что ты по энергии, по всему, говорит, прям, он говорит, мой человек. И мы с ним дня через два встретились, сидели в ресторане, он пригласил еще друга, тоже араба. Мы с ним часа три просто как одну минуту, просто вообще. Он один четыре, Юсеф, он как мой учитель, тоже один четыре. И Александр Армада, кстати, тоже один четыре. Это очень уникальная данность, очень сильное стратегическое мышление, сильная постановка целей у людей. Но аспект там заложен в том, что люди рождены для передачи истинных знаний. Поэтому, когда люди с миссией четыре эти знания слушают, они сразу, у них прям как бальзам на душу. И он, говорит, первый вопрос, который он мне задал, он говорит, это там гадание, я туда-сюда, я говорю, нет, это понимание данности человека и через эту данность интерпретация той реальности, в которой будет жить человек. Ну, то есть, это получается, я здесь немножко верну до земли, получается, как будто бы, знаешь, собрана информация, которая уже, в принципе, была, потому что достаточно много в религиозных учениях, на самом деле, ну, как бы основ, которые, ну, просто, да, как мудрость, глядя на мир, люди их просто вычленяли, типа, это вот на протяжении сотен лет работает, запишем, и как будто бы просто цифровая психология умудрилась каким-то образом, вот для меня, да, все равно, для меня, знаешь, магия в чем остается, как вот это количество вариантов, как все это можно посчитать, даты рождения, сводится к 9, и при этом настолько попадают в людей, то, что внутри у них есть, вот это мне непонятно, остальное, как будто бы, вот то, что уже за этой цифрой, когда, да, там семерка получилась, и вот то, что за ней стоит, там, как будто то, что вот годами собиралась, веками, столетиями, воссоединили просто в понятную систему, а дальше ты действительно рассказываешь, потому что дальше, когда за цифру заглядываешь, то вся информация, она достаточно структурна, единственное, там все равно возникает, знаешь, что, наверное, не самое понятное, но это скорее всего, потому что мы нигде с этими знаниями мало встречаемся, это энергия, я у тебя вчера, когда я изучал твою личность, нашел, что ты очень много говоришь, во-первых, про энергию, во-вторых, про эго, и вот про эти две сущности человеческие, можешь в них копнуть? Давай, скажем так, смотри, чтобы людям было сейчас более понятно, потому что смотрят разные компетентности, люди нас, когда мы говорим там эго, число сознания, за той цифры, давай им поясним вообще, на чем строится сам расклад, дата рождения, то есть первое, это день рождения, без месяца и года, то есть это вот сам день, это интерпретация идет вектора эго, то есть что человек хочет. Давай на примере меня, у нас 125, 11, 87, мы просто, ты вот говоришь, например, у меня там 25-го числа, я вот, у меня получилось семерка. Да, вот 25-е, вот мы его складываем к единой цифре, получается 7, то есть это и есть вектор эго. Теперь смотри, если мы будем детализировать, то это же уже не 9 цифр, это 31, потому что каждая цифра значит разная, есть семерка, седьмая, есть шестнадцатая, есть 25-ая, то есть ты 25-ый, это вот сама семерка, это сверхэгоизм, то есть я звезда, понимаешь, а 25-ый, это 2, дипломатия, 5, это адекватная коммуникация, это человек, который будет более такой адекватный, будет, может услышать, понять, 7, это вообще просто человек, который вот, стена, понимаешь, да, свое есть и все, 16-ый, это называют самосексуальные люди, высокая энергия, куда ли не заложено, вот, и так далее, вот, и получается, если мы берем каждую цифру, это все разные люди, вот, то есть мы смотрим, если, а если мы приравним их к вектору эго, чтобы было просто интерпретировать, то это есть единицы, кто родился 1, 10, 19, 28, двойки, 2, 11, 20, 29, тройки, 3, 12, 21, 30, и вот так каждая цифра, она раскладывает. Да, я понял, а большинство, видишь, ну тут я, наверное, знаешь, когда это в инстаграме просто, запрещенная социальная сеть на территории нашей страны, информацию выдают, и там в основном, видишь, транслируют, видимо, самое понятное, вот это люди, рожденные седьмого, 16, 25, это седьмые люди, семерки, и в их число входит то-то-то, ну я, соответственно, как человек, который там, ну вот через экран, как бы это видит, вот углубиться, потому что ты вот мне сейчас объяснил, я сейчас только понял, что оказывается, да, дата рождения, это семерка, а семерка, она к этой же дате рождения, там еще вот этот векторок появился, развитие событий. Да, теперь смотри дальше, мы смотрим, когда мы смотрим вектор, вот это в инстаграме, семерка, шестерка, восьмерка, да, это кажется, что девять цифр, а когда мы смотрим человека, вот смотри, у тебя есть день рождения, теперь мы поняли, что он делится, теперь мы расписали твою матрицу, матрица это роспись цифр, вот в таком квадратике, о чем они говорят, они говорят о количественно качественных, показателях в сознании, то есть допустим, цифра 3, которой у тебя нет, отвечает за анализ, механизм достижения цели, цифра 5, за адекватную коммуникацию, цифра 2, эмпатия, чувственность, цифра 4, за механизм постановки целей, то есть каждая цифра, вокруг каждой цифры, если мы уберем цифры, мы скажем так, все тренинги мира, все коучинги мира, все курсы личностного роста, вообще вот не важно, куда бы ты пошел, это йога, ораторское мастерство, не важно, все это будет крутиться вокруг вот этих цифр, то есть это то, что человек нарабатывает в процессе жизни, теперь мы понимаем, что ты семерка не просто, а у тебя еще есть вот такие качества, и у другого семерки будут другие качества, и теперь мы еще смотрим миссию, миссия включается в 33 года, поэтому в 33 года действий человека, и сам человек меняется, поэтому это есть такой некий пограничный, переходный возраст, возраст Христа еще, да, Иван? Да, возраст Христа, Илья Могмед, 33 года, еще много-много различных аспектов, связанных с 33 годами, и именно в этот момент, в этот момент, получается, когда у тебя включается миссия, у тебя меняются действия, то есть ты жил до 33 лет, по одному, здесь по другому, и теперь, когда мы видим число сознания, миссию, сферу, матрицу, мы видим вообще, вот как бы, если мастер-суца смотрит, он видит целую, скажем, как бы картину, эквалайзер твоей, скажем, энергии, то есть эквалайзер твоей энергии, теперь выходит другой человек, мы видим эквалайзер его энергии, и это уже не единица, не двойка, это уже детализация определенной музыки, то есть мы можем сказать, нота А звучит так-то, нота Б звучит так-то, но теперь мы берем произведение, и мы видим, что там вот эти ноты такие, эти такие, и происходит как бы, как это называется, да, то есть мелодия, Вот каждый человек – это определенная индивидуальная мелодия, когда мы смотрим всю дату рождения. А примитивно, когда мы в Инстаграме даем по векторам эго или по миссиям, там, конечно, идет очень урезанная информация, поэтому я говорю, все, что есть в соцсетях, это 0,01% от того, что есть в самой академии школ. Понимаешь? Так, но вернемся к вопросу про энергию и эго. Теперь, если мы рассмотрим вопрос энергии, то почему мы говорим энергии? Потому что сам человек есть плотная форма энергии, управляемая мыслью. А мысль нам приходит, исходя из данности нашего эго. Потому что наше эго – это уже заложенная мораль, заложенные убеждения с детства. И, соответственно, происходит какое-то событие, и у нас происходит что? Мысль по поводу этого события. И когда мы говорим с Сюцай, да, то есть у тебя будут мысли насчет признания, насчет величия твоей жизни, то есть у тебя будет всегда заложена какая-то в сознании великая миссия, которую ты должен исполнить. То есть ты будешь все время думать над каким-то глобальным, уникальным делом, потому что у тебя это семь же, это же звезда. Понимаешь? Теперь, когда ты не получаешь признания, когда ты не получаешь духовного признания, то есть духовное, это ты будешь делить людей на духовный, бездуховный, соответствует он этим принципам или не соответствует. Вот. В этот момент, получается, у тебя будут идти мысли по отношению к внешней реальности. Вот. И получается, что когда мысли, человек живет вне согласии, про что я вначале говорил, да, как мы будем любить ближнего своего, если каждый, исходя из этой данности, абсолютно разный? У каждого своя типология. Да даже возьмем, просто уберем, да, Сюцай посмотрим, много есть разных типологий, которые соответствуют, и просто по ним даже один быстрый, другой медленный, третий контролер, четвертый еще. Но не зная этого, каждый будет смотреть через свою призму, медленный скажет, почему вы быстрые, вы все должны действовать, как я. Быстрый скажет, блин, вы слишком медленные, давайте, как я. А контролер скажет, эээ, ребята, куда вы побежали, тормозите здесь, надо все проконтролировать, мы сейчас что-то упустим. Понимаешь? И получается, когда каждый смотрит через призму своего вектора эго, своей миссии, своих качеств, он этого ждет от других людей. Вот именно таким образом, не понимая Сюцай, я загубил три команды бизнеса. Три бизнес-команды я загубил. Понимаешь? То есть, потому что я от них всех ожидал того, что заложено во мне. Я не понимал, ну как сидит вот здоровый парень, все, там, понимаешь, соответствует все параметрам нормального человека. как он не может видеть вот эту пыль или как он не может вот эту задачу решить, а потому что у каждого сознание свои качества. То есть, допустим, у тебя есть вот эта линия 2, 5, 8, это линия семейного благополучия и спокойствия. Эта линия тебе дает очень сильную коммуникацию, линия тебе дает вот это понимание, дипломатичность и так далее. Это достаточно сильная линия. Вот эта линия называется линия миллиардера, то есть больших денег или трансформации. То есть, если ты сможешь вот здесь сознание трансформировать, то к тебе придут очень большие деньги. Потому что ты очень быстро адаптируешься к внешне практичной материальной реальности. То есть, ты можешь быстро внедрять тот опыт, который получаешь. Но чтобы его внедрить, ты должен уйти вот здесь от морали. Поэтому, когда мы говорим про эго, эго на самом деле дано нам творцом для идентификации себя и для того, чтобы мы могли ту энергию, которая в нас заложена, через свой бизнес, свою семью, еще что-то передать другим людям. Эго нам дано для этого. А бизнес является следствием инструмента для развития сознания. Но люди, не понимая этого, ставят бизнес на первое место и страдают. Ставят семью на первое место и страдают. А на самом деле это все инструменты для развития сознания. Если у тебя здесь происходит что-то не в соответствии с тым, я хочу или какие-то проблемы или кризисы, ты должен посмотреть, а на какой элемент вот здесь вот цифр сознания мне сейчас идет урок. Что мне нужно прокачать? Что мне нужно, как мне нужно действовать исходя из моей миссии числа сознания, чтобы выйти из этого урока? Потому что первичной целью человека является развитие своего сознания через реализацию заложенных энергий. Так вот, если человек живет в эгоизме, то есть в своих убеждениях, в своей морали, он не может эту энергию реализовать. Он говорит, я хочу и все время как ежик. Никого к себе не подпускает. И тогда что получается? Его энергия стоит. То есть она стоит, она не может быть направлена на реализацию. А когда человек уходит от эго, у нас все циат называется формула счастья и формула успеха. Когда человек уходит от своего я хочу, в этот момент его энергия, его божественный потенциал начинает работать на людей, его бизнес начинает расти, его сознание начинает расти и все и меняется внешняя реальность. И таким образом его энергия, что реализуется. То есть мы все есть плотная форма энергии, управляемой мыслью. А где вот это переломная точка? Все же говорят, да, хочу, там, не знаю, миллион долларов, очень сильно хочу, хочу семью, там, женщину или мужчину, очень-очень хочу. где у этих людей происходит затык того, что они не достигают этого по каким-то причинам. Хотя, если вот ты с человеком разговариваешь, он говорит, все, я вот готов, скажи, что делать. Я прям бегать, все, я побежал, медленно ходить, я пошел медленно ходить, плавать, плавать буду, там. Что их ограничивает, где вот этот спусковой механизм не срабатывает? У нас в СЮЦАЕ есть такое понимание, как компетентность человека. Смотри, человек хочет всегда на уровне первой чакры, здесь зарождается желание, я хочу. Второе, это я действую. Третья чакра, это я действую, исходя из мотивации, у меня появляется мотив к действию, потому что просто я хочу, ну и хочешь на диване. Дальше появляется я действую, третий мотив. Давай на примере спорта, чтобы было понятно, я хочу похудеть, это первое. я хочу похудеть, я иду в зал, я пришел в зал, но я не тренируюсь, пришел, походил, походил и ушел. А третий чакра, это мотивация, то есть я пришел, я пашу, я достигаю результата. То есть я пришел, у меня уже есть хотя бы программа тренировок. Да, даже есть ее нету. Вот смотри, я как попал в зал вообще, спортзал, я занимался боксом, у меня была очень легкая весовая категория, и когда я поступил физкультурный, надо мной все девчонки смеялись. Ну типа, ты не ошибся ли, заведением, там маленькие, там щупленькие и так далее. Тогда я начал ходить в зал, то есть у меня появилось, я хочу, у меня появилось действие, я пришел в зал после восьми пар, не восьми пар, это четыре пары физкультуры, это понимаешь, это уже ты весь измотанный, я прихожу в зал, я прихожу в зал, я сижу на тренажере, просто уставший, я помню эту картину, стоит зеркало, и я говорю, я это сделаю, я это сделаю. И я начинаю, что исходя из мотивации действовать. То есть понимаешь, уставший, там еды не было еще тогда, там что, молодежь с утра вышел, бутерброд съел, и вечером, дай бог, по пять пришел. То есть я действовал, исходя из мотивации. Но факт в следующем, это самое простое, когда от тебя зависит. А когда ты строишь бизнес, семью, или еще что-то, здесь включается субъект, другой субъект. То есть объект, он неподвижен. Вот объект. Понимаешь? Вот объект. А субъект, он подвижен. У него подвижность мыслей, подвижность убеждений, подвижность пара. Субъект, ты думаешь, как мы с тобой сейчас взаимодействуем? Да, мы с тобой два субъекта. Правильно? Когда мы договор заключим, договор заключается не между объектами, а между субъектами. А объект договора, и еще есть предмет договора, это уже другое понятие. Субъект, кто субъект? субъектом всегда подвижен отсюда есть субъективная реальность у нас с тобой разные субъективные реальности основаны на убеждениях на морали убеждений социальные инстинктивные генетически куча куча разных факторов поэтому когда мы говорим я хочу семьи я хочу бизнес я хочу миллион это ты хочешь уже конечного результата а чтобы этот конечный результат пришел к тебе у тебя должна быть компетентность понимаешь суть то есть и вот компетентность она как раз заложено если у тебя вот если единицы матрицы это принятие решений если у тебя 5 это адекватная коммуникация если у тебя 7 это внутренняя энергия если у тебя 9 это действие это здоровье 8 опыт мудрость жизни 4 постановка цели и то есть каждая цифра она отвечает за определенной компетентность и по факту мы должны говорить не я хочу миллиона мы должны говорить какими компетенции мне нужно обладать чтобы заработать миллион но это вот сейчас рассказывать что больше знаешь как будто уход все-таки в психологию в работу с человеком потому что что перечисляешь в принципе там разве что наверное энергию психология так посредственно трактует все остальное вот касаемо эго действий взаимодействие между собой между другими людьми они действительно так переплетены и поэтому говорится цифровая психология что это как бы в связке адаптирована все брали просто она же смотри и упрощена она же условно да 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 человеку понятно то есть да потому что благодаря цифрам мы можем точечно выявлять зоны а так допустим смотри приходит допустим же вот тут проточечно давай у тебя перед глазами вот моя давай чтобы это просто мне кажется будет наглядно чем мы будем давать может говорить ром но вот у тебя не знаю тройки нет да вот смотри тебе нет такого нету да то есть такого нету да то есть мы смотрим вот допустим у тебя в дате нету тройки то есть три отвечает за анализ и механизм достижения цели что что знаешь что спеши про мнение что когда ты цель ставишь ты и можешь адекватно проанализировать и достигнуть а не так что сегодня одно за в другой позов третье теперь смотри нету шестерки у тебя 6 это ощущение счастья удовлетворенности внутри сознания что сколько бы ты денег не имел даже 100 рублей ты будешь счастлив то есть у тебя счастье будет зависеть все время от наличия аспектов материального мира при том так как ты к материальному миру очень быстро адаптируешься любой человек ну как бы ну жил ты в селе хорошо переехал в осамняк такого класса осамняк а через неделю у тебя уже этот осамняк он просто просто дом просто кирпичные стены согласен то есть ты ездишь на машине на шестерке для тебя это просто я купил первую шестерку там вас 2106 там у нее там ржавые двери и так далее а потом ты покупаешь ломбажине и ты через время уже и не закрываешь и дверями хлопаешь и как бы уже на любой материальный мир в конечном итоге становится мы очень быстро адаптируемся хорошим и вот так в чем что от наличия материального мира сам человек счастливее не становится и когда нет цифры 6 человек испытывает счастье все время от каких-то новых вот на совершении а моменте он не может быть счастливым и теперь когда мы понимаем что у тебя нет 369 а все это вместе это линия достижений то есть получается у тебя отсутствует линия достижения то есть у тебя линия трансформации миллиардеры есть то есть склонность большим деньгам но если линии достижения нет ты не сможешь эти деньги взять и как это потом заполняется ну надо вот теперь надо понимать влияние этих компетенций на твое сознание теперь мы должны понять следующий аспект что чтобы тебе наработать тройку знаешь тебе надо приходить к анализу дисциплине в рамках дня использовать вот у меня тут google календарь тудуист для постановки задач что все анализировать системно выстраивать цели но факт в том что у тебя смотри что нет у тебя и четверки нет а четверка как раз отвечает за родовые знания из которых строится цель твоей жизни поэтому тебя можно в любой момент навязать любую идею или любую цель любую цель целью допустим сегодня там подкасты снимаем до тыского классно все снимать под завтра появилось что-то новое там давай в крипту уйдем ты в крипту а пусть завтра еще что-то и то есть ты получается по разным целям будешь двигаться но достижение какого-то глобально в этом плане может не быть отсюда мы должны понять у тебя реализация должна быть через дисциплину через стратегию заняты должен получать в рамках реальности этого мира то есть все должен анализировать систематизировать чем жестче дисциплина тем выше результат и как следствие начать доводить дела до понятного практичного материального результата тогда у тебя твоя энергия будет работать на взлет то есть миссии 7 нет золотой середины либо низ либо вверх все другого понимаешь вот дальше можем сказать что теперь когда ты нарабатываешь тройку анализ системность у тебя закрывается линия денег о линии здоровья потому что у тебя есть единицы есть двойка понимания но тройки нет ты можешь перерабатывать можешь не проанализировать там погоду выйти простудится то есть другой аспект да теперь когда у тебя тройка нарабатывать насколько для тебя важен анализ у тебя закрывается линия успеха то есть у тебя есть 57 движ по две цифры есть это сколько важен анализ а теперь скрыть следующее анализ критическое то есть субъективный анализ лави разницу субъективный анализ он есть у всех субъективно ты скажешь я же анализирую скажу да и я анализирую но мы анализируем субъективные своего вектора эго я хочу объективный критический анализ и объективный анализ его нету у 80 процентов населения поэтому 80 процентов населения хотят денег но не знают как 13 через анализ могут выйти заработать но потом не понимая обратно свалиться и только 2 находится в стабильности 3 это мудрецы и 2 процента это счастливые люди то есть на земле всего 2 процента счастливых людей и сюцай дает возможность перейти из 80 процентов вот туда вот дальше понимаешь что зная свою компетентность а нарабатывается это как раз годами смотри мы же просто приведу тебе обычный пример мы же в процессе нашей жизни в конце нее а конец он все равно когда то придет там лет через 80 чистой то есть вот мы же не унесем свои дома мы не унесем бизнеса должности мы ничего не унесем а что мы унесем мы унесем компетенции значит если мы унесем компетенции значит все что есть вокруг нас материальное там жены дети родители бизнес это все нам служит для реализации наших компетенций но в страданиях и несогласии мы будем все время сливать энергию не сможем на работу компетенции потому что как раз первично работает я хочу понял смысл вот такой момент и теперь главное отличие психологии от сюцай в том что благодаря пониманию индивидуальных особенностей через призму дата рождения мы можем человеку давать точечные инструменты непосредственно подходящие под него они просто основываясь на субъективе спикера допустим психолог двойка к нему придет какой-нибудь консультант кто клиент и двойка будет говорить а он тебя понимает а он тебе рассказал а он тебя по то есть он будет через свой вектор говорить и человек скажет нет вот он меня слушать не хочет а тогда вам с ними по пути он тебя не понимает или психолог восьмерка придет к нему клиент и восьмерка будет говорить а он тебе денег дает а он тебе квартиру купил а он тема то есть он будет говорить про результат он скажет нету с карт разводить миллиард роликов просто сейчас назвал который в социальных сетях крутятся да это это стопро то есть каждый психолог будет если ты посмотришь глобально на топовых тренеров спикеров возьмешь их дата рождения посмотришь на их слова они будут говорить только через свою данность тому пример роберт киосаки 88 о чем говорит богатый папа бедный папа о деньгах о результате об инвестициях потому что он восьмерка это материальный мир мы возьмем двойку 22 тони робинсон о чем он будет говорить он будет говорить о психологии об отношениях о прощении аналоги мотива в энергии до а мотивации потому что 2 это чувство это мотивация и так далее сферу тони робинсона 3 он работает как тренер тренер наставник все заложено возьмем с тобой гандапаса до 33 лет он был 8 он разрабатывал системы продаж этот камас утра для оратора как заработать деньги через продажи так далее в 36 лет он дает интервью у него миссия сменилась миссии 1 миссия власти стратегический менеджмент заложен и он будет мне говорит неинтересно продажи я горит ухожу в лидерство то есть это менеджмент руководство лидерство и тогда как часы работает вообще я до 33 лет был бизнес финансы инвестиции коммерческий директор платежной системы банкиры все этому сейчас буду здесь я даже походил на курсы всегда курсы по инвестициям курсы то я вложил на около миллиона в эти курсы вот чтобы что заработать деньги мое эго 8 воспринимается как мир как через призму материальный мир а теперь должно получиться следующее включилась 33 года миссии 4 все я ушел куда передачу знаний передачу цели вообще в другие смыслы я не думаю что я буду заниматься этим меня мысли были что я сейчас стану банкиром знаешь как фильме дух лес я молодой миллионер мне там 29 лет там корпорации там москва-сити я вот так себя видел какие цифры рисовать тут вот это вот а ты будешь говорить о духов ты всю жизнь будешь искать духовный путь то есть ответы на вопросы кто мы здесь для чего мы здесь какой смысл нас здесь и так далее ты будешь тянуться в индию на бали медитативность а то есть у тебя все будет вокруг вот этого рано или поздно ты бизнес будешь строить не ради самой прибыли ты будешь строить ради признания и как только ты достигнешь высший пик признание тебе бизнес который даже приносит деньги будет не интересен ты скажи а надо продать что-то новое сделать еще вот что-то мне не хватает межгалактического понимаешь да в этом есть в этом в этом есть беда слушай в продолжении наверно немножко темы влияет ли женщина на успех мужчины и наоборот работает она интерес с тобой поговорить вот у нас значит такие тоже по всем по всем клише бы хотелось пройти ну давай вот с этого начнем сейчас очень много этой информации что за каждым успешным мужчиной есть успешная сильная женщина которая его там вдохновляет при этом есть противоположный лагерь который я мужик типа я изначально сам если рядом есть кто поддержит хорошо нет но типа дисциплина встал пошел херачить во-первых взаимоотношения мужчины и женщины это очень такой тонкий момент потому что мужчина без женщины также как и женщины без мужчины не могут полноценно развиваться в этом мире они могут то есть по факту все что делают мужчины большинстве своем это по большому счету ради женщин с ради женщин нам вот так вот ничего не надо мы вот вчера в баню сходили полотенцем мотались посидели пообщали взяли там удочку пошли рыбу поймали шатрею там сготовил лег спать на полу и все а женщина все время мне надо вот это мне нужно вот это то есть женщина она материально поэтому грех обвинять женщин меркантильности с каждая женщина немного шестерка она хочет комфорта каждая женщина немного двойка она хочет чувств эмпатии понимания и каждая женщина немного семерка она ожидает признание мужчины же это логика это 5 это правильно последствия все логично практично полезно вот все это мужчина поэтому мужчина и женщина должны обязательно взаимодействовать между собой это два разных вида но есть важный момент у У нас с УЦАЯ на этот повод есть три платформы семейных отношений. То есть первая платформа – это иерархическая, где женщина становится на платформу мужа. И в этот момент, чтобы ей встать на платформу мужа, то есть за мужем, мужчина должен ее полностью покрыть по девяти компетенциям. То есть дать ей статус, понять ее, признать ее знания, понять ее цели, признать ее имидж, комфорт создать, сексуально покрыть, энергетически покрыть, помогать ей. То есть когда она как бы, как девочка, выходит из-под крыла отца, вот эта вот защита, она попадает к мужчине, и он ее покрывает, тогда у женщины, у нее нету в сознании вот этой ответственности и напряжения за реализацию. Она становится, у женщины энергии гораздо больше, чем мужчина, она становится, она становится скрытой капитал. То есть она энергетически начинает просто влиять на успех мужчины. Не то, что ты знаешь, энергетически сидит, там карта расклад. Нет, она вот, это, знаешь, это такая энергия, это вот энергия любви, да, это энергия вот веры, это энергия вот, вот, вот этой вот, ну, там много факторов, которые мужчина должен, по идее не то, что должен, которые мужчина ощущает, и для него все остальное, это как, знаешь, вот, как, ну, не имеет никаких, когда за ним стоит вот такая энергия женская. Потому что, еще раз говорю, да, если мужчина с женщиной сливает энергию, мы сейчас дойдем, это третья платформа, то ни о каком успехе тут речи не может быть, и я тому могу подтвердить сотни консультаций практичных, где приходят крупные бизнесмены, застройщики и так далее, он говорит, Сергей, пойдем вот, сядем с женой, пообщаемся, говорит, ну, не могу, вот, говорит, если я, говорит, с ней поругался, все, говорит, под мои офисы, все подразделения знают, что я поругался, у нас, говорит, все продажи стоят, все, даже ментально, понимаешь? Поэтому, когда женщина обладает определенной мудростью, мужчина ее покрывает, это называется первая платформа, здесь заложена стопроцентная реализация семьи. Вторая платформа, это когда мужчине не хватает компетенции, а вот тут вот как раз твой вопрос, ты говоришь, мужик говорит, я сам, я самодостаточен, вот здесь как раз мужик и должен быть, я сам, я самодостаточен, только тогда он сможет энергетически покрыть женщину. Вторая платформа, это когда у мужика не хватает самодостаточности, не хватает ответственности, и женщина от этого устает, она не покрытая, она идет искать новые цели, она говорит, я сама, я достигну, я сделаю и так далее. В этот момент она берет на себя ответственность, в этот момент женщина переходит в мужской аспект, в логике, перестает вырабатывать экстраген, ранний климакс, начинает быстрее стареть, у нее образуется холка от ответственности. В этот момент здесь женщина перестает быть женщиной, она перестает быть на уровне феромонов ощутима мужчиной, она может быть очень сексуальная, там еще что-то, но мужчина ее не будет ощущать женщину, он будет в ней видеть бизнес-партнера, даже если они не бизнес-партнеры, вот просто вот, понимаешь, стоит все, энергии нет, нет женственности. Здесь тоже неплохо, потому что 100% энергии, они не теряют, жена сказала, муж согласился, извините, она, да, молчи, а, муля, молчи, 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 да, вот, то есть, как бы, видел этот фильм, да, советский, где это? Проблема в том, что девочки и мальчики здесь будут видеть поведение автоматически, девочки будут, скажем, с яйцами, а мальчики будут как раз наоборот, и притягивать такие же отношения, все, на этом род будет останавливаться. То есть, на этом развитие рода будет останавливаться. Третья платформа, самая опасная, это платформа моралистов, где встречаются как раз две морали, два убеждения, она говорит, так должно быть, он говорит, должно быть так, она говорит, так, так, и они вот здесь, короче, друг друга долбят, час на выяснение отношений, два на заглаживание, потом там на примирение, уже прошло 4 часа, у тебя всего в сутках 12 часов. Все, ты уже не сделал, ты уже не резавался, уже звонок с таким настроением не может, все, ты уже свою энергию слил. В платформе моралистов нет возможности реализоваться потенциалу ни мужа, ни жены. Здесь это чаще всего больные болезни, чаще всего разводы, чаще всего страдать здоровью детей, потому что ребенок от 0 до 7 лет живет по энергии матери, если мама постоянно в стрессе, в колебаниях, это будет сказываться на здоровье детей. Вот сколько примеров, родился здоровый раз в год, в два, в три какие-то проблемы. А потому что именно в это время они как раз на морали, ты мне не принес подгузник, а ты его не одел, а ты спишь, а тебя нет. То есть в это время, в самое время очень пик конфликтов в семье. Если мама испытывает эмоциональный дискомфорт, это будет сказываться на здоровье детей. Поэтому платформа моралистов самая опасная, здесь нет возможности реализоваться. Вторая платформа, мужик как бы сдал свои полномочия, говорит, давай, моя дорогая, неси, вот и так далее, да. Я тебе сзади подкачу твои яйца, да. А первая платформа, мужик говорит, все, я взял ответственность, я несу, я ее покрываю, она просто там счастлива, она просто... То есть смотри, здесь еще должна быть определенная мудрость, благодарность женщины, которая это осознает. И которая просто благодарит этого мужчину, как вот, знаешь, вот просто вот не то, что ты должен. Вот ты должен, вот я такая вот, да, а ты мне чего, а я тебе вот одно место, да. Не так. А здесь факт в том, что она понимает вот это счастье, это вот радость от наличия такого мужчины. И она просто вот энергетически в него верит, она им восхищается, она его главный фанат, понимаешь. Она вот... И тогда у мужчины просто за спиной крылья. Он может целый полк положить, если рядом с ним вот такая энергия, понимаешь. И это не то, что типа я из него сделал там кого-то. Нет, это момент как раз, что вот эта энергия, она заряжает. Это как батарейка постоянно подпитывается. Вот, поэтому так. И очень часто, когда мужчина находится без отношений, он идет к своей цели. Почему? Потому что у него интуитивно в перспективе стоит цель завладеть самкой. Ну, в данном случае женщина. А когда он уже находит отношения, у него как бы уже эта цель стирается, и он такой вот здесь хочет реализоваться. А у женщины своя мораль. Если она единица, она скажет, ты перестал мне подарки дарить. Это какие-то машины не больно презентабельные. Почему не БМВ? Все, до свидания. Вторая скажет, ты меня не понимаешь, ты меня всю жизнь не понимаешь. Ой, все, я обиделась. Это двойки будут так поступать. Тройка скажет, а, ты поступил не по моей инструкции. Все, я перекрываю свою заботу. Просто холодно. Теперь посмотрим, как ты без меня. Пятерка будет бороться. Вот он ей скажет, поставь там пиалу. А она все поставит, но пиалу не поставит. Интуитивно она даже не осознает это. Шестерка будет мстить. Сегодня ночью не получишь ни ту я, ни то, ни сего. Понимаешь, это да, будет месть. Семь будет включать агрессию. Восемь будет лишать результата. Девять будет проявлять ярость и эмоциональный качель. Все, и таким образом люди уже говорят, я хочу семью, я готов. Ты встретишься с моралью другого человека, и завтра же ты скажешь, да ну-ка его нафиг. Жил один и хорошо. Понимаешь, вот это и есть сюцай. Понимание морали, убеждений и налаживание коммуникации. Основной целью сюцая является понять и наладить коммуникацию с другим человеком. Уйти от деления, уйти от претензий, уйти от гнева, уйти от обид. То есть, сохранить энергию внутри себя. Потому что только ты проявляешь негативные эмоции, ты автоматически сливаешь энергию. Все. Получается, тут нет зависимости, как тебе сказать, что для мужчины, что для женщины. Давай на примере мужчин. Мужик делает свое дело, и независимо, есть с ним женщина рядом, нет, есть эта энергия, нет. Он все равно идет и делает. То есть, изначально от себя, от своей энергии и всего происходящее. Если правильная женщина появляется, где-то может подпитать. Но это не то, что прям она появилась, и теперь вот он, смотрите, добился успеха. Или наоборот, появилась женщина, и наоборот, как бы, знаешь, энергии не дает, из мужика ее достает, высасывает, и он такой, типа, все теряет. Да, это все по-разному. То есть, все по-разному. Вот еще раз говорю, да. То есть, бывает такое, да, что люди соединились, у них энергетическое слияние, их энергии соединились, и они просто стартанули там, как ракета в космос. Бывает такое, что соединились вот на морали, и они друг у друга, не то, что она. Ты же являешься первой причиной всего, что происходит в жизни. Значит, ты по каким-то параметрам, причинам, причину эту женщину, для какого-то своего развития и роста. Значит, и происходят вот эти склоки, где вы сливаете энергию. А второй момент, самый главный, где мужчина уже самодостаточный. То есть, сам мужчина, он должен развиваться во внешнем мире. То есть, вот там, да, ходить в баню, общаться с мужиками, крутить темы, там, думать, как реализоваться. То есть, он должен быть всегда во внешнем мире. А если мужчина нашел женщину и прилип к ее юбке, и с ней, и вот в ней, и вот все, он уже автоматически не нарабатывает компетенции профессиональные. Мужик нарабатывает компетенции только во внешнем мире. Он должен строить бизнес, там, переговоры, летать, все, он должен быть всегда там. А женщина – это создание вот, да, там, уже уюта дома и так далее. У нее другие обязанности. Когда многие женщины вот сейчас ко мне приходят, это прям бичи современности. Я не реализовалась. Я вот никто, я никчемный, я себя ненавижу, даже многие говорят. Я говорю, за что? За то, что я не реализовалась в миру. Я говорю, подожди, я говорю, у тебя дети есть? Она говорит, да. Я говорю, у тебя муж есть? Есть. Я говорю, тогда что ты тут унылая тряпка разнылась? Реально, говорю, ты как женщина выполнила самую-самую главную функцию. То есть, эта функция женщины – это сначала реализоваться как дочь. Она дочь. Да, если есть брат, там, сестра, то есть, женская энергия. Вторая – это реализоваться уже. Ну, не вторая, это сама по рождению, да, то есть, она женщина. Это как жена и мать, бабушка и прабабушка. Это самая главная функция женщины. Если ты реализовалась вот в этом… Ох, сейчас комментариев, наверное, будет от женщин, которые реализуются в бизнесе. Нет, а это не проблема. Если ты здесь реализовалась, дальше ты уже можешь идти в бизнес, куда угодно. Это как твой сад. Это как твоя отдушина, понимаешь? То есть, ты приходишь в свой бизнес, и ты там творишь. Ты не через точку А, точку Б, а через там вот это. Ты творишь, ты созидаешь. У женщины это по-другому. А мужчина, да, у него все идет через логику. Я же объяснял. То есть, только женщина уходит в логику, она перестает быть женщиной. Это ранний климакс. Это отсутствие вот этого экстрагена от женщины. То есть, все, это все. Это вот уже, знаешь, образ, да, мы представляем. Бизнес-вумен с четкой юбкой или строгие эти брюки, это там, это, очки. Все собрано. Она такая, да, там, сука. Все. То есть, она уже, вот, я не знаю, там, знаешь, ей какого-нибудь совмиссива, или как он там надо, которого она будет каблуком этим топтать, и все хорошо. И очень часто такие женщины находят слабых мужчин и потом жалуются, вокруг никчемные мужики лучше я буду одна. Потому что ее энергия не позволяет быть вот этой слабой, вот этой вот, понимаешь, о ком хочется заботиться, защищать. И это неплохо. У каждого человека свой путь. Но нужно понимать, что изначально роли у каждого свои. И когда женщина реализуется как мать в первую очередь, у нее раскрывается то, что ни один бизнес не раскроет. То, что ни одни деньги не раскроет. Бизнес же для чего делается? По большому счету, если вот не зная сюцай, то есть это в сюцайе философия бизнеса, это несение пользы людям. А везде, везде, где бы ты ни пришел, тебя спрашивают, точка А, точка Б какая? А что такое точка Б? Это выгода, прибыль. И весь бизнес, получается, делается по факту ради денег, чтобы увеличить объем. Я говорю так, если ты бизнесмен из всех команд, у тебя цель должна быть уже не точка А, точка Б. У тебя цель должна быть, как я через свой бизнес реализую свою душу. Как я реализую души своих сотрудников, то есть личность своих сотрудников. Свою личность, личность своих сотрудников. И как я через свой продукт влияю на личности клиентов. Вот это высший пилотаж. Сделаю счастливыми тысячи клиентов, да, две тысячи. Да, счастливыми, не обязательно, счастливые – это абстрактное понятие. Допустим, я решу задачу вот такую-то, тысячи клиентов или сто тысяч клиентов. Я помогу сотрудникам развить компетенции вот такие-то. Этот у меня пришел уборщиком, а будет генеральным директором. Этот у меня будет тем, а этот тем. И у тебя стратегии выстраиваются вокруг развития людей, их семей, их жизни. Ты представляешь, как это на уровне вселенной? Вот творец смотрит и говорит, слушай, какой интересный у него взгляд на мир. Он говорит, надо ему подкинуть материального ресурса, потому что он же через этот материальный ресурс создает экосистему. А не создает… Посмотри, для вселенной, вот если мы берем для бога, для него нету ценности стола, айфона или вот этой камеры. Миллиард вот сейчас будет здесь лежать, для творца нету ценности в этом. Это же все просто набор атомов, квантов просто в определенном сочетании. Все, больше это ничего. Вот это для вселенной. Для нас это миллион долларов лежит на столе, потому что мы этот миллион долларов конвертировали уже в Феррари, в виллу, в путешествие, еще что-то. Притом это будет думать человек, который это никогда не видел. Который это все видел, Феррари, Бентли, все. Миллион, миллион, ну что? Понимаешь, ну поездил, ну пожил, ну и что? Ну что, давай, что делать? Понимаешь, поэтому сама ценность денег, она является следствием, то есть деньги это следствие развития сознания. А люди деньги ставят первичные, тогда развитие сознания становится вторичным. Все. Эго бедного человека, неважно, ты можешь заработать миллионы, всегда хочет денег. Неважно, всегда хочет денег. Чтобы стать богатым человеком, для богатого человека ценностью является сначала он, его состояние, и потом уже деньги. То есть деньги это инструмент. И когда мы знаем эти законы, а эти законы в Шуцае очень глубоко разъясняются, когда мы знаем эти законы, мы уже на деньги смотрим, как наследствие нашей реализации. Тогда мы понимаем, что здесь нужно реализовать, чтобы пришли деньги. И все, для пространства без разницы сумма миллион, миллиард, пространство изобильно. Просто по уровню развития твоего сознания, то есть по уровню развития твоей компетентности и уровню твоей энергии, да дано тебе будет. Понимаешь? Поэтому, зная это, мы понимаем, что в материальном мире нет конкуренции. Нету этой конкуренции всего. Поэтому человек может заработать деньги, урвать, схватить. Завтра вложил финика в какую-то пирамиду, в биткоин, он упал. Эти же деньги никуда не деваются, они просто перетекут в другой карман. Поэтому, зная это, ребята, это столько уходит напряжение и проблем, ты просто концентрируешься на себе, на своем деле, на вот этой вот стратегии, на влиянии. Это другая жизнь, это интересная жизнь начинается. А как считаешь, трансформация всегда должна происходить через кризис? Ты знаешь, вот суть в том… Потому что я у тебя смотрел, читал про это. Не всегда. То есть есть два пути трансформации сознания. То есть трансформация сознания, если по-русски сказать, это изменение нейронных связей, то есть изменение убеждений. Когда ты меняешь убеждения, у тебя меняется внешняя реальность. Вот. А если ты эгоистичен в рамках своего эго, то происходит кризис, который ломает эти убеждения через кризис. Внешне ты вот как сидел, так все хорошо. Но внутри сознания человек разрушен. Может находиться в депрессии, еще что-то. Ему говорят, да что ты, ты же вот, посмотри, все хорошо, здоровый, все, часы у тебя, айфон, погода хорошая, весна. А человек разрушен, потому что у него разрушились убеждения. Он считал, что так должно быть, а так не стал. А внутри все. А когда человек обладает тонким интеллектом, тогда он ищет знания, с помощью которых он хочет наработать компетентность. И нарабатывая эту компетентность, у него происходит трансформация через знания. Поэтому есть два пути. Один через кризис, второй через знания. Но знания тоже в совокупности всегда с действиями. Не изолированы. Потому что ты можешь засесть дома и перечитать всю Википедию, стать симпиадией ума, а без действий получится, что ты просто библиотека. Да, а за действие отвечает цифра 9, а за действие отвечает цифра 7, за действие отвечает анализ. Ну то есть ты в любом случае всегда выбираешь вектор какого-то движения. То есть ты же, все равно ты для начала, с точки зрения твоего пути развития, ты все равно должен представить какое-то будущее, к которому ты идешь. Видение. Обладать видением должен, да. Просто вопрос, когда ты идешь в видение, исходя из того, что соответствует твоей данности, или когда ты идешь в видение того, что ты увидел в глянцевых журналах, в рекламе и на баннерах. Это разные вещи. То есть когда ты идешь через видение своей данности, ты начинаешь реализовывать свою личность и реализовывать свой внутренний потенциал. Когда ты идешь через навязыванные вещи, ты реализуешь потенциал во благо тех людей, кто тебя это навязал. А как бы это понять свою истинную цель? А вот это... То есть вот когда... Да, вот как раз ты... Вот это и заложено в числе сознания, в миссии, в сфере, когда человек понимает свою реализацию. То есть у тебя реализация, быстрая реализация, у тебя заложена креативность, у тебя заложено внедрение целей, то есть у тебя заложен там духовный путь, у тебя заложено жить в реальности, то есть и все это отражается. Давай, объясни. Да, тут знаешь, кстати, вот вопрос, который всегда возникает. Условно там, да, у меня там заложено, не знаю, творчество, креатив и духовность. А я решил, вот прям чувствую внутри, что я хочу быть, не знаю, химиком. Вот я хочу в науку, которая вот прям техничка, да, на кончиках пальцев. Это кажется так. Вот ты сейчас классный вопрос задаешь, давай, я просто объясню. Вот профессия, профессия и реализация личности – это несвязанные вещи. Раскрою, да. Допустим, мы возьмем профессию маляр, правильно? Профессия маляр, она, скажем, структурная, берешь валик и вверх-вниз монотонный. Но четверка, кто родился 4, 13, 22, 31, он будет маляр креативный, он изобретет какое-нибудь, знаешь, ведро, подвесит на веревочке, обрезал, пока оно летит, ударил, оно расплескалось и быстро все размазал. Он креативный. Тройка, кто родился 3, 12, 21, 30, это будет мораль системной. Вот для него важно прийти и как в инструкции. Шестерка, он будет творческий, он придется, скажет, так, вот здесь сейчас нарисуем облачки, здесь вот это, вот здесь вот так, вот отсюда вот так, вот так. Или придумаем какой-нибудь аппарат, который, то есть творчество, который распылит и быстро высушит, то есть творческий. Теперь, когда мы знаем эту данность, профессия маляра, она неизвестна, она неизменна. Профессия маляра неизменна, не написано, маляр творческий, маляр креативный, один маляр. Но реализация в этой профессии будет разная. Единицы придет, он не будет красить, он быстро наймет еще двух людей, которые будут красить за него. Восьмерка будет красить с утра до вечера и в ночь еще, потому что у него через труд и как можно больше заготовок результатов. Так вот, получается, что когда человек действует, исходя из своей реализации, в профессии, тогда у него в профессии происходит раскрытие потенциала. А когда он действует просто в рамках профессии, все, то же самое химик. Химик будет креативный, изобретет какой-нибудь там новый препарат. Химик может быть творческий, у него рождится вообще какая-то штука, которая там увеличит комфорт людей. Там изобрел, не знаю, каучук и тем самым появились резиновые колеса. Это же творчество. А предрасположенность тут, наверное, знаешь, вот моментов, ну вот, не дана условно мне математика. Ну вот, не понимаю я ее, не считается мне. А я такой, вот, хочу математикой заниматься. Садиться и изубрить в этот момент получается? А зачем, если ты будешь силен, допустим, в других науках? И тут вот как раз подвожу к мысли, то есть получается, что все-таки есть вот этот момент, интересное мнение, что если в тебе есть что-то сильное, иди дальше, усиляй это. Конечно, нет смысла как бы выбирать для себя что-то, где ты будешь слаб, будешь долго барахтаться и мало результата получать. Ну давай мы просто проще, смотри. Мы сейчас с тобой говорим про элементы развития сознания, правильно? Это элементы эфемерные. Как я могу оценить твой анализ жизни? Как я могу оценить качество постановки твоих целей, или уровень энергии, или там опыт жизни, или коммуникацию? Никак, это эфемерное, это мы можем видеть по итогу результата жизни, правильно? Ну в сравнении с чем-то. Да, а теперь давай мы тогда качество сознания перенесем на физические качества. То есть теперь, когда мы понимаем, что если у человека кровяных красных волокон больше, чем белых, мы понимаем, что у него аэробный склад телосложения, значит ему надо заниматься там бегом, тем, всем, пятым, десятым. Если белых волокон больше, чем это, значит у него анаэробный, значит ему надо заниматься тяжелоатлетикой и так далее. Тогда смысл вот говорить, давай-ка, ты знаешь, у тебя волокон белых много, у тебя там мощь большая и все, ну давай-ка мы тебя спринтером сделаем. Ну логики же нету, согласен? Нам проще взять этого человека, поставить на борьбу, на тяжелоатлетику и так далее, он будет там месить веса, там понимаешь, у него там мощь, все остальное, а другого поставим спринтером, там, я не знаю, там, лыжником и еще кем-то. Все, он там больше потенциала раскроет, нежели ему переделывать это можно. Но это получается, с какой машиной ты родился? Да. Уже родился Камазом, да, который будет перевозить много тонн песка, окей. Родился в Феррари, очень быстрый, как бы, но недолго можешь ездить там на такой скорости, тоже окей. И вот, то есть все, и уже от этого отталкиваешься, просто в этом дальше. Да, но задача Сюцая, вот в науке Сюцая, да, понимание в том, что какой ты машиной родился, здесь не в том, чтобы двигаться самому, здесь в том, чтобы эту энергию передать другим людям. То есть, допустим, родился ты восемь, у тебя материальный склад ума. Не ты должен хотеть материи, а ты должен материализовать других людей. Родился ты шесть, у тебя склад ума творческий, комфорт направлен. Не ты должен хотеть комфорта, а ты должен показать, кто такой комфорт. Родился ты двойкой, ты будешь говорить, меня поймите. А ты должен это передать понимание. То есть это такой формат служения получается? Это и есть формат служения. Это и есть, когда мы говорим служить людям, это и есть служение людям через реализацию заложенных энергий. А не типа я денег дал. Ты денег дал, это лишь твой вектор эго. Один денег даст, другой кабачок даст, третий, еще что-то. Это лишь то, как человек его воспринимает. Допустим, единица, он будет заниматься покровительством. Он будет дарить сразу лучшие машины, лучшие квартиры, потому что он через покровительство будет ждать признания. А восьмерка, к примеру, будет говорить так, ага, результат такой, здесь такой. На тебе денег, сам что-то сделаешь. Потому что восемь интерпретирует материальным миром. То есть и каждый человек через свое эго будет что? Держать свою энергию. Вот как озеро Байкал, да? У озера Байкал есть один из сток, Ангара. Но в него входит множество ручьев. Вот у нас дана нам энергия по числу сознания, миссии. Как раз та, что может кормить плотины, города, наполнять. Но наше эго, когда ее перекрывает, мы воспринимаем мир через призму. Я хочу, чтобы мне соответствовали. То есть это все равно, что озеро Байкал говорит, а я туда не пущу энергию. Я сам, я крутой, я большой, я стратег, я материалист. Я, я, я. И в итоге вот эти маленькие ручейки начинают пересыхать. Он начинает свисти, там плохо пахнуть. И все. И в итоге в озеро Байкал никто не ездит. И все его забыли. Поэтому, чтобы тебе стать большим озером, ты должен как раз то, что в твоем эго заложено, пустить на людей. И тогда вот эти маленькие ручейки начнут к тебе притягиваться. Это и есть возможность себя творца. Мне кажется, я сейчас, знаешь, тут есть момент, вот когда люди слышат фразу «служить», это воспринимается, как, знаешь, некое, как сказать, подчинение, что ли. И вызывает такие не совсем приятные ощущения на уровне фразы. То есть служить – это как будто бы я под кем-то, и теперь вот я буду выполнять там… Есть разные вещи. Есть служить, путаются прислуживать. Понимаешь? То есть прислуживать. И главное отличие, что когда ты прислуживаешь, ты прислуживаешь ради своей выгоды. То есть ты прислуживаешь, чтобы получить что-то. А когда ты служишь, ты наоборот самодостаточный. То есть ты свою энергию передаешь. А когда ты прислуживаешь, ты хочешь взять энергию другого человека. То есть, понимаешь? То есть ты прислуживаешь, чтобы угодить. То есть получить вот эту угоду, типа, в виде признания и в виде выгоды. А когда ты служишь, то есть служишь своей энергией, ты самодостаточный, ты отдаешь. Ты отдаешь то, что нам Бог дал энергию не для того, чтобы мы ее держали в себе. Мы как… Смотри, мы все есть кусочки пазла. Вот ты пазл такой, у тебя одни таланты, одни компетенции. К примеру, если бы не ты, то мы бы сейчас здесь не собрались. Понимаешь? То есть у тебя вектор эго направлен на признание. Признание требует медийности. У тебя пришла идея организовать там канал, пришла идея там зайти в студию. Ты все это проанализировал, сделал. У меня труд, результат. Мне не до этого, мне некогда. Я бы и рад прийти на подкаст, поделиться. Но мне некогда, у меня другой, у меня вот работать. Я могу сидеть в телефоне. И вот у меня есть тут вот сейчас, вот сколько? 384 сообщения. Я пока летел, хоть разобрал. И 600 сделал 384, понимаешь? И получается, смысл в чем? Что 395 уже. Вот, что, вот пока мы с тобой сидели уже, вот, да, этот. И я могу сидеть, все. Я могу хотеть, но не реализую. Ты же быстро реализация идей. Тебе пришлось желание, ты реализовал. Но, Александр, который у нас сейчас здесь, армада, да? По содействию нашему. По содействию. Он единица. У него действует сразу стратегия и цель. Мы сидим в бане, он говорит, слушай, а ты в подкастах снимаешься? То есть стратегии, глобализации. Я говорю, я бы с удовольствием снялся. Он тогда звонит тебе, семерке. Это же в пространстве мы видим Роман, Александр, Сергей. Нет, смотри. Пространство сводит людей по энергиям. Он звонит тебе, а ты говоришь, завтра моментально с утра, я уже вечером должен уехать. Происходит что? Быстрая реализация идей. Мы с тобой сидим, делаем. То есть я, как восьмерка, делюсь практичностью знаний, которые улучшат материализацию людей. Потому что если человек послушает, он уже будет по-другому смотреть на многие вещи. Значит, у него в сознании будет свободное течение энергии. Значит, все, эта энергия высвобождается на реализацию. Ты, получается, быстро все реализовал, организовал, а Александр дал нам стратегию. Понимаешь? А проявилось это через материальный мир. Там подкаст, получил деньги ты, получил на ютубе подписчиков признания, статусность канала. А я просто передал знания. И теперь, смотри, моя задача – передать знания практично, реалистичные, не иллюзию, а то, что люди могут применить. И тогда человек, увидев пользу практичную, скажет, я хочу, к примеру, Сергея обратиться на консультацию. Где есть этот баланс между материальным и духовным? Потому что вот ты сейчас рассказал, оно больше вот как будто все равно отчасти такое духовное. Но при этом мне очень нравится все-таки, что материальное ты не отрицаешь, но как бы встроено в эту всю концепцию. Как вот этот баланс сохранить между тем, что ты не ушел такой, вот мы теперь, знаете, все бесплатно, и приходите, и вот живешь ты там в коробке из-под холодильника. Но при этом все раздаешь. Но при этом и не уходишь, когда вот я бы тебе сейчас там начал вопросы задавать такой, или в подкасте позвал ты такой, Ром. Ну, 50 тысяч я, там, или 100, и я у тебя в подкасте без денег даже бесплатно с тобой разговаривать что-ли буду, отдавать вот это все. Где грань? Как вот в себе откалибровать? Потому что, мне кажется, это один из таких сложных вопросов, с которыми очень много людей сталкиваются. Ты знаешь, здесь момент в следующем, что, во-первых, духовность и материальность – это неразделимые аспекты. И ни в коем случае нельзя говорить, что, типа, деньги и духовность – это разные вещи. Духовный человек, если он истинный, он всегда будет богатый. Вот. А человек, который прикрывается духовностью, и бедный – это лишь человек, который прикрывается духовностью. Потому что первый признак духовности – это отсутствие деления других людей. То есть отсутствие деления других людей. Это первый признак. Это не наличие похода в церковь, там, молитва или еще что-то. Это отсутствие деления других людей, что ты не делишь людей на плохое – хорошее, ты не делишь людей на, там, вот это нравится он тебе, там, соответствует он твоим ожиданиям, твоим эго. Ты просто понимаешь, что у каждого человека своя данность, своя компетентность, свое сознание. все, значит, ты можешь брать то лучшее, что тебе дано. Дальше получается, когда ты не делишь людей уже, у тебя образуется высокий потенциал энергии, а высокий потенциал энергии приводит к деньгам, потому что деньги – это следствие энергии. Поэтому все, кто занимается духовностью, и, кстати, духовность и религия – это разные вещи. То есть люди очень часто путают религию, соблюдение правил религии с духовностью. То есть, к примеру, если ты там, не знаю, не помолился, ты уже не духовный человек. Но при этом я видел такие картины, что человек вот сейчас помолился, выходит, садится за руль, его подрезают, он догоняет, останавливает и бьет другому морду. Понимаешь, как бы, ну почему? То есть или ему что-то не так сделали, он пошел там сноху, ударил там по щеке, и пощечину ей дал, и так далее, и тому подобное. Но в этот же момент он бежит там, я не знаю, там, понимаешь, там, соблюдать какой-то пост или еще что-то. То есть духовность начинается, в первую очередь, с человечности, а не с соблюдения каких-то правил. То есть если правила превышают человечность, то в этот момент духовность уже теряется, потому что для тебя другие люди становятся не соответствующие твоей морали убеждений, а жить в морали убеждениях – это первый признак отсутствия духовности. потому что мы все в этом мире, как кусочки пазла, даны для чего-то. То есть мы все создаем картину, божественную картину. И когда мы говорим, что вера в Бога, а что такое вера в Бога? Вера в Бога – это вера как раз в людей. То есть вера в людей, вот что он может для тебя дать что-то лучшее, понимаешь? У нас даже вон оператор под такими речами от телефона отошел, думаете? А нет, глубиной, да? То есть вера в то, что тебе каждый человек может дать что-то лучшее. Ты доверяешь людям, ты действуешь из состояния свободного течения энергии. А когда человек начинает уже… То есть мы говорим, кто такой Бог? Бог – это люди. Бог в нашей жизни проявляется через людей. Вот ты пришел, говоришь, давай подкаст с ним. Я говорю, да давай. Все, деньги – это следствие. Понимаешь, люди вот этого не понимают. Человек хочет из каждого своего действия извлечь каких-то денег. Понимаешь, то есть допустим, да, я консультирую за деньги. Потому что я летаю, я читаю мастер-классы, я арендую помещения. То есть я живу в гостиницах. 90% моей жизни проходит практически в гостиницах, в съемных квартирах. Понимаешь, мне на что-то это нужно делать? Нужно. Понимаешь, сколько контента мы даем бесплатного. Сколько моих интенсивов бесплатно подаренных, розданных только для того, чтобы люди могли развивать свое сознание. Сколько всяких программ для людей бесплатно. Куча всего. То есть это бесплатно. Это называется создание потенциала. А уже если кто-то хочет там индивидуально, точечно, еще как-то, он обращается. Соответственно, мое время, мы с ним это работаем. Потому что я это учу 6 лет. Вся жизнь, весь мой опыт складывался к этой точке. Понимаешь? И если человек скажет, да, я это в Ютубе посмотрю или где-то сам разберусь, ну ты в Ютубе среди всей этой информации заблудишься. Поэтому каждый человек компетентен в той или иной сфере. Поэтому можно сказать так, если ты в чем-то компетентен, ты всегда будешь успешнее. Просто задача – материализовать свою компетентность. И в этот момент не надо думать так с бедным мышлением. Люди думают так, ой, я оплатил кому-то. Ой, я потратил. Человек с бедным мышлением думает, что он потратил. А человек с богатым мышлением, он думает так, я создал возможность для другого человека. Я создал возможность для другого человека. Раскрой мысль. Ну то есть я могу… Я пошел, купил куртку. Да, ты, вот куртку, да. Ты приходишь, купил куртку. Если ты с бедным мышлением скажешь, блин, я потратил свои зарплаты за 50 тысяч, туда-сюда. А человек с богатым мышлением скажет, ох, блин, во-первых, я вышел на новый уровень реальности, что я смог позволить себе купить такую куртку. Это круто, то есть это интересно. Теперь для тебя куртки за 10, за 5 тысяч будут просто, знаешь, так, ох, как хорошо. Это знаешь, я когда-то раньше в хостелах жил, потом уже в гостинице там начал по 5 тысяч там пережать, а потом как-то снял буршаляраб номер. И ты знаешь, мне как-то гостиницы там по 15, по 20 тысяч стали так доступны. То есть это не то, что там, да, прям мое стремление. Это просто восприятие другой реальности. Поэтому когда ты позволяешь всякие вещи более, ну, скажем, уже другого уровня, то есть когда сам выходишь на новый уровень, не в кредит, ни в коем случае, а когда ты сам выходишь на новый уровень, ты уже, получается, с помощью своего ресурса снабжаешь другой уровень. Тем самым ты подчеркиваешь этот переход в пространстве. Вот. И получается, что когда ты подчеркиваешь этот переход, допустим, ты зарабатываешь там 10 тысяч рублей, ты ездишь на метро, ты снабжаешь, то есть ты создаешь возможности инфраструктуре метро. Если люди перестанут ездить на метро, метро просто закроется. Дальше ты зарабатываешь уже 20 тысяч, ты пересаживаешься на такси эконом, ты создаешь инфраструктуру, то есть ты создаешь возможность этому таксисту, потому что он завтра пойдет, на эти деньги купит ручки, пенал своим детям. Это уже через дальше ты пустил деньги, он создал возможность, кто продает ручки. Дальше это поступило на фабрику, выплатили людям зарплату. Эти пошли, купили молоко, а кто молоко продает, пришла к тебе и купила у тебя, не знаю, кулон. Деньги – это круговорот. Понимаешь? Это энергия, это как водопад, который должен течь. Ты не можешь унести ведь водопад от своей жадности. Ты даже если поставишь, он протекет сквозь тебя, сквозь пальцы. Ты можешь умыться, ты можешь напоить кого-то, сам напиться и пойти дальше спокойно. Все, ты выполнил функцию, поэтому нужно что? Ставить намерение, желание, но это все должно быть исходя из своей давности. И тогда деньги, когда приходят тебе на твои намерения, на желания, ты это реализуешь. Если деньги пришли на намерение, желание, но ты это не реализовал, как правило, это уходит куда-то либо в потери, либо куда-то еще и так далее. То есть деньги всегда приходят под намерение. Поэтому многие люди, кто копит большие деньги, там ко мне приходят на консультацию, два миллиона долларов финика вложил, она закрылась, потерял. Еще куда-то. Если человек приходит, копил, 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 он создал пробку, он создал энергетическую пробку. И когда он вкладывает ее в какую-то пирамиду, они просто так к нему приходят, эти вот эти возможности, потерь. Или банк закрылся, обанкротился, или еще никуда там деньги не сгорели, они просто перешли в другое пространство. И когда он вложил в пирамиду, и пирамида закрылась, то эти деньги, допустим, перешли к главарю пирамиды. А этот главарь такой, о, блин, я все время виллу мечтал, купил виллу, там еще что-то, он пустил эти деньги дальше. То есть у тебя они стояли, а он пустил. Вот с этой технологией, которую ты сейчас описал, тоже хочется, знаешь, понять очень такую сложенную грань. Ты когда копишь, ну то есть у тебя, не знаю, ты машину захотел, вот ты ее не можешь себе пойти там условно купить с месячной зарплаты. Ты копишь год. Вот где эта грань между тем, что ты копишь и создаешь вот этот избыточный потенциал, вот эту пробку того, что ты не тратишь, и что оно потом у тебя пропадет. Или ты все-таки как бы нормально, адекватный человек, который накопил, купил. Вот когда человек вкладывал 2 миллиона долларов, это реальный кейс. Я ему говорю, ты же говорю, даже жене сумки не покупала, она просила. Он говорит, да, я все копил. Я говорю, ты летал эконом-классом, говорю, наверное, он говорит, да. Да, то есть этот человек от жадности сохранить и приумножить. Понимаешь, от жадности. А если человек копит там на какую-то цель, на машину, он же в процессе планирует это дальше реализовать. Пожалуйста, копи, создавай. А это просто человек сами деньги держал. То есть тут, Петя, правильно я понимаю, разница в том, что в одном случае, если я там условно коплю на новый дом 2 миллиона долларов, это окей, да, ну то есть коплю, они пришли эти 2 миллиона, я их туда, тыц, и все. И они как бы ушли в мир дальше там как-то распространяться. А если я эти 2 миллиона коплю, 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 и у меня в голове вообще нет представления, на что я их хочу потратить. То есть я такой превращаюсь в коробочку, которая саккумулирует деньги, и у меня нежелание что-то купить, нет видения, куда они пойдут. И я такой, пирамида, я теперь сейчас из 2 сделаю 10. И я туда, и мне как бы вселенная в этот момент говорит, типа, Ром, ну слишком ты долго держал, как бы в никуда. То есть из этой всей концепции получается, что деньги это такая же энергия, как, я не знаю, вода, например, наверное, лучше всего будет сравнима в нашей природе, которая из разных форм вот так вот путешествует, путешествует, она по миру перемещается, в разных формах пребывает, тут испарилась, тут дождиком выпало, тут в реку, тут утекла, тут в море соединилась. Поэтому к ним надо относиться с другой философией. А человек для людей, для 90% людей, деньги являются самоценностью. — А какая у тебя философия по отношению к деньгам? — Которую я тебе рассказал? То есть раньше я был очень привязан, очень привязан. Вот я даже такой момент могу тебе рассказать, кто хочет понять привязку к деньгам, почитайте книгу Анаре де Бальзак «Гапсек». То есть «Гапсек» — это французский ростовщик, который ходил, знаешь, в шляпе, в рваных штанах, такой весь вот в пыли, все такое, знаешь, такое вот, ну, ботинки потертые там, газеты подложены, чтобы не промочить, короче, вот такой. Но, а, он когда собирал деньги, вот, допустим, ты пришел ему, золотые монеты, да, у него была специальная ткань, как наждачка, и он вот так, шик, вот так, шик, монеты, короче, понимаете? Потому что золото мягкое, и оно на этой ткани пыли оставляло, и он в конце каждого дня сжигал вот эту ткань, и там маленькие крупицы капелек золота были, он собирал их из камина и отдельно собирал. Но когда он ушел на тот свет, то вскрыли его все закрома, и там он оказался богаче короля Франции, закладные на земли, на замки, там целые фазенды просто, потому что его жадность держал, он даже наследство не успел переписать, понимаешь? Жадный был наследство, вот это и есть жадность, а есть щедрость. Щедрость – это когда у человека очень высокий уровень энергии, очень высокий уровень энергии, что он начинает раздавать возможности, то есть не просто раздавать, а возможности создавать. То есть весь мир у нас – это создание возможностей для других людей. А грань между щедростью и расточительством? Мы с тобой разобрались между жадностью, а тут вот сейчас другой момент. Через расточительство человек культивирует свое эго, а щедрость, она создает возможности. Давай на каком-нибудь примере. То есть, давай так, то есть ты через расточительство, ты хочешь что-то кому-то даже если дать, ты ожидаешь признания, признание. Через это признание ты культивируешь свое эго. Так, давай на сложном примере. Я на встрече с потенциальным бизнес-партнером оплачиваю обед. Да. Расточительство или щедрость? В зависимости от того, какой у тебя возможность, если у тебя там… Последние 5 тысяч в кармане, и последние 5 тысяч отдаешь за обед. Если у тебя последние 5 тысяч отдаешь, это отсутствие анализа, значит, это ты хочешь проявить впечатление и так далее. То есть здесь должен быть аналитический ум, ты можешь сказать, братка, давай пополам, то есть не потому, что там я как-то считаю, у меня просто вот есть реально 5 тысяч рублей, да, и вот сейчас у меня такая реальность, мне еще надо доехать до дома, купить сыну подгузники и так далее, да, то есть я с удовольствием бы тебя угостил, ну и так далее, да, то есть ты говоришь как есть. А если ты хочешь якобы для него произвести впечатление, а потом сам пешком идешь в свою Рюпинск, понимаешь, то где здесь реальность? То есть ты реальность подтверждаешь. А если у тебя есть деньги, допустим, у тебя там 100 тысяч или там 200 лежит, и ты 5 тысяч за обед оплатил, давайте иди дальше. Понимаешь, это проблема, сидят все бизнесмены за столом, я бизнесмен, точка А, миллионы, миллиарды, мы там из России возим, а мы то там и туда-сюда, сидя, садимся за стол, говорим, давай счет, ну, восьмерых просто поделим, не типа вот это, знаешь, там я ел салатик там, а я вот кофе выпил, а я вот съел два борща, да, нет, давай просто вот, ну, поделим, и тут один самый который, а я только оливье ел, вы мне оливье посчитайте, вы мне только оливье посчитайте, понимаешь? Ну, как бы вот, и ты с этим человеком будешь строить бизнес, да, завтра ты с ним будешь строить бизнес, он тебе все, все душу с тебя вытрепит, потому что тут ты у него забрал больше, а здесь он считает, он больше внес, а здесь он то и так далее, все, здесь сразу все проявилось, понимаешь? Тут ты больше работал, тут меньше. Да, а дальше ты можешь сказать, ребята, блин, у меня реально там, ну, 500 минут, а ты не понтись, а ты говори как есть, понимаешь? Но факт в другом, даже если ты с 5000, даже если ты с 5000 оплатил со спокойной энергией, у тебя это последнее, они тебе завтра вернутся, а если ты оплатил с точки зрения произвести впечатление, то тебя реальность вернет на то место, в котором ты и есть. Улавливаешь смысл? Да, ну и пытаюсь как-то это сейчас в более простой язык, если у тебя эти пять, ну ты где нет? А ты хочешь произвести впечатление, ты все равно проколешься. Ты отдал и остался с нулем, и тебе ничего не пришло. Да, и он тебе скажет, да, пойдем в машину в зиму, а у тебя уже нету, он скажет, а вот, то есть ты где-то, ну я грубо говоря. А если ты их просто отпустил из разряда, как-то, ты бог с ним, завтра придут где-нибудь. Да, и все, и они придут. То есть я это сам проживал, я сам проживал, я был очень жадным человеком. Реально, я до копейки, я водителю даю миллионы на товар, полторы тысячи рублей на закупку бензина, ну на бензин, и я в сознании жду, когда он привезет 151 рубль с дачи. Реально, я жду доверия, я этого не осознавал, потому что вот именно эти деньги он должен привезти. А он приезжает, и он булочку купил, оказывается. Ты чё я, ты чё купил? Я когда это законно узнал, благодаря учителю Исюцаю, я вообще по-другому начал. Я сразу даю полторы тысячи, и говорю, всё. Чё он с ними будет делать, это его. Я в сознании не держу, для меня важна свобода сознания сегодняшнего дня, чем думать о 150 рублях. Понимаешь? Так, но у нас с тобой, к сожалению, блин, можно ещё, я бы с тобой ещё общался много часов, давай мы с тобой попробуем подытожить, какие-то один, два, три, как сказать, мудрости своих жизненных, что бы ты, вот если тебя сейчас, вот собрали перед тобой аудиторию, несколько тысяч, десятков тысяч человек, говорят, слушай, вот дай один, два или три самых ценных совета, чтобы человек был счастливый, богатый и понимал, что он в этой жизни, куда он идёт, и вот чтобы у него вот всё было хорошо. Чё бы вот ты сказал? Первое, это заниматься развитием своего сознания, то есть вкладывать в своё образование, обучение, как бы это банально не звучало, но это важный фактор. Я в своё время до 20 лет считал, что всё, что я обучился в школе, в колледже, в институте, это всё высший пик знаний. Какие-то бизнес-тренеры, спикеры, кто-то, это всё херня. Я уже вообще всё, я уже бизнес там в 20 лет, уже там возил товар, уже магазин, я говорю, всё, мне всё, я сам. И как-то мне мама подсунула один диск, он, наверное, лежал у меня полгода, и что-то, то ли не было радио, то ли что-то не помню, я его всунул, думаю, ладно, и когда я начал слушать тогда спикера, я просто, я, 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 я думаю, это так можно, это так люди мыслят, у меня просто перевернуло стало сознание, я отрезал провод у радио, я выкинул все диски аудио, это дискотека 90-х, 80-х, знаешь, такие были раньше, сборники модные, вот, я заказал всё, что можно было на российском рынке в рамках аудио-тренингов, все диски, вот, я прям заходил на сайт, скупал, всё, мне коробками приходили, заказал книги, все, которые можно было, их там немного было, это сейчас, АИФ там, Ман Иванов Фербер, раньше это не было, это завозилось, переводилось там, ну, вот, грубо говоря, вот так всё умещалось на одном столе, вот, книжники, кто приезжали там под мероприятие, они вот всё, я всё скупал, я читал взахлёб, и это дало очень большой толчок, то есть первое, что нужно делать, это заниматься развитием своего сознания через знание, когда ты повысишь уровень своего сознания, у тебя вырастет уровень окружения автоматически, то есть окружение растёт не потому, что ты хочешь, а потому, что у тебя растёт уровень, потому что когда ты хочешь что-то взять с окружения, ты как, этот, как, как пёс, да, вот этот, как, дайте мне кость, это чувствуется, а когда ты самодостаточный, тебя люди наоборот хотят видеть, понимаешь, вот, когда меняется окружение, меняется реальность, меняется все то есть первое это второе это не ожидать не ждать не надеяться то есть понять что ценностью является твоя жизнь это уже у нас постулата сюца не искать виноватых то есть не обижаться вот то есть действовать действовать понимая что в этом мире по большому счету на тебя всем все равно кроме родителей близких то есть даже им как бы ну они ты дорог людям но все равно что ты будешь делать потому что наше сознание очень сильно зависит от страх страх мнений других людей и еще один момент я бы сказал такой если ты сомневаешься то лучше иди вперед то есть не трать время на сомнение лучше иди вперед получай опыт корректирует действуй дальше но чтобы не сомневаться у человека должна быть стратегии видения а чтобы разрабатывать стратегии видения должны быть опять знания все упирается в знание ребят потрясающе привет кто досюда досмотрел и у меня традиция в конце обязательно подписка лайк напишите в комментариях какие выводы поймались я думаю что сегодня их было масса мы действительно копнули сюжете спасибо большое ты действительно помог разобраться в достаточно актуальной на данный момент тематики поэтому ребят будьте счастливы богаты и развивайтесь за вас этого никто не сделает вперед ребята всем счастья здоровья и успеха